привет своих зрителей своего канала четвертый день великого поста и я буду делать винегрет в общем отварил я картошечки скорее всего даже наверное много сейчас я ее почищу и так как обычно я всегда делаю поговорю со своими подписчиками и также зрителями своего канала канал синхронизация моей жизни получается очень сейчас 8 утра проснулся я встал утром и буду собираться на вахту идти все так скажем приготовил вчера единственно неохота мне было уже ничего готовить делать вот морковку нас уже вареная свекла тоже вся почищена поэтому чистить ее не придется проходил в эту управляющую компанию получается я тут на неделе написал написал заявление на ремонт стены кто смотрит мои ролики они видели у меня стена рушится в подъезде со стороны ванны и вот написал в общем заявление на ремонт это получается ремонт фасада и должен должны делать в общем как мне управляющая компания сказала не они делают а именно кому мы платим за капитальный ремонт что они должны платить и я еще узнал что можно даже то есть им предложить такое если они заняты и им некогда допустим да много дел на участке то я могу сам ее отремонтировать реально то есть с ними заключить договор даже по заявлению могу сам отремонтировать эту стену но они сделают мне тогда перерасчет там бабулька была с одиннадцатого года получается 9 лет и ее топит живет на пятом этаже и вот она пришла чтобы сделала управляющая именно компания перерасчет за то что она живет в таких условиях то есть постоянно сырости весной летом осенью получается ее все топит вот она все это убирает всю эту воду и грязь и побелку все остальное и вот пришла сделать перерасчет есть такая функция и реально возможно может даже и делают но единственно там надо знать сумму на какую она претендует и сколько это то есть вот напишите в комментариях кто знает как эта сумма определяется я бабульке предложил чтобы там кто-нибудь из родственников допустим кто постарше там сын или дочка или внуки то есть помогли по интернету даже оценить то есть на сколько она должна претендовать за девять лет за девять лет что течет то есть у ней все документы акты на руках то есть реально кровля течет с 11 года управляющей компании никогда делать заниматься и поэтому не делает он картошка вся сыпется что-то как-то вообще непонятно так винегрет я делаю первый раз поэтому себе сейчас на работу сделаю думаю что мне не пойдет как бы это самое вот и я получается очень насчет стены в подъезде мне еще результат не дали еще сказали рано это надо еще месяц ждать в общем 30 дней все это рассматривается если не получится то пойду вышестоящих когда органы а так что способствовало меня пойти в эту управляющую компанию написать заявление конечно ходил несколько раз пробовал то у них обед то то паспорт я не взял то еще что-либо то их на месте не было а тут получается соседнем подъезде то есть получается сверху от стойка от стойка водоотлив до до вентиля получается у людей то есть прорвало трубу не то что прорвало и обломила и вот с трубы вот такой струйкой я думал аварийка ехала где-то в районе 30 минут показалось в общем час сорок пять в общем указали они там полтора часа и вот я пострадал менее всего то есть две комнаты затопило сверху пошла получается стыка одной комнате 2 3 комнаты получается стык ну там по 10 сантиметров как бы не особо так много так скажем затопила но все же то есть именно помочь людям это у тепленькая водичка я сейчас обычно все всегда вою и чтобы больше было людей больше усилий больше людей те которые готовы написать заявление многие отказались писать я согласился написали коллективную жалобу вот я получил результат этом спросил то есть с этим результатом что мне делать она грит я грит откуда знаю в грит то есть заявление писали вот вам ответ на заявление там то есть до четко все написано то есть было залить и такого-то числа в такое-то время сколько-то затопили этот приходил второй утвердил третий согласился подписался в общем все четко все там расписано все конкретно по полной программе вот но единственно что я этот самый сходил к соседям и они все на работе были в общем вот завтра придут с вахты еще раз к ним схожу вот скажу что получил я их не дальше действия и тому же они сами пусть решает потому что сверху получается там с надвесного потолка вот такая вот струля три таких струи текло в общем 55 в пяти тазах была вода там набиралась в течение 10 минут там вообще конечно же не хорошо повезло то что повезло не пол старый сняли ничего очень большая у меня слышимость их но зато то что у них пола нету и и получается что вся вода то есть у них было именно в квартире она особо ко мне протекла только вот единство по стыку потому что они убирали в середине комнаты другой комнате они выбирали так как у них там во всю стену стоит шкаф-купе то есть неподъемные они говорят что если бы текло то он у них вода была бы на полу ягодок она именно может по стене и так она и текла прям ко мне ну в общем сказали что все нормально другая соседка чуть-чуть было говорит все высохло все сейчас тоже все высохло даже особо и не видно вот но при залить и конечно даже трещины образовались даже трещины пошли так считаете да напишите в комментариях сколько тут огурчиков всего кладу всего этого дела так вот буду понемножку делать я сейчас еще конечно накрашу сюда просто может быть может быть не не так много сейчас делаю буквально то есть получается сразу взять поесть и все не особо много завтра может уже с вахты приду и дальше буду доделывать все это дело смотрю что-то 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 многовато картошку и такой на работе так поем и отличненько будет взвесился получается вчера на голодный желудок в общем вешу я вес у меня напишите в комментариях насколько похудею если похудею 68 500 500 даже можно скинуть 68 килограмм получается мы кофе от вареную от затережья и одну только тот сделаю все и вообще больше всего кстати из-за овощей именно из вареных это не люблю морковь луку вареный люблю морковь нет сейчас я даже так вот делаю получилось так что если есть у кого информацию насчет этих всех залить и пишите а в другой комнате вот где получается я собрался так скажем ремонт надо даже немножко продвигается топило получается шов панельный люди подали в суд наняли 8 юриста адвоката и договорились так что он когда выиграет дело то то тогда он они с ним и рассчитаются три года это все дело шло адвокат выиграл дело за работу там получается работа адвоката юриста 80 тысяч стала плюс конечно все выиграл и он говорит все я горит свою работу сделал грязь прошу со мной рассчитаться а управляющая компания должна получается тому кого она затопила но ситуация такая что человек в общем отдал юристу кроткому адвокату деньги а управляющая компания ему так и не заплатила не заплатит потому что управляющей компании нет лицевого счета он ходил к судебным приставам судебные приставы сказали что ничего с управляющей компании сделать не могут так как управляющей компании нет лицевого счета с того с которого чтобы перевели ему деньги так скажем на карту законодательном порядке и вот как бы все и они получается потом скидывались ничего не говорили я ничего не знаю я бы тоже скинулся бы я все эти общественные дела люблю чтобы если скидываться там кто-то не любит вот я в этом ничего если нужное дело то я всегда скидываюсь даже он на парковочное место там люди сами себе делали надо вот мне отдельно хочу сделать специально поставил машину и не езжу чтобы место никуда не ушло потому что сразу могут занять сделают подсыпку потом скажут я делал подсыпку я буду сюда ставить машину и у меня уже не получится туда поставить пробиться то же самое как у других людей поэтому все именно так и люди в общем скинулись наняли эту как тому автовышку в общем и они там уже сами заделали этот панельный шов и уже ничего не течет я еще удивился думаю всегда текло по весне а тут не течет мы больше пяти лет в эту комнату ну заходили там раз в полгода там может раз в три месяца то есть заходили было только проветривали потому что воняла по белкой этой и невозможно было там находиться реально поэтому все именно так ну вот вот такой салатик так очень часто перемешивают что еще сюда забыл правильно я сюда забыл положить это капусты капусточка и все и потом немножко буквально растительного масла сюда и все четко видите все на глаз и все по вкусу получается то есть сейчас попробую если чего будет не хватать допустим огурцом добавлю огурцов картошки значит картошки немножко салата отложу а все остальное возьму себе и все на целый день и три картошины вот у меня получается на целый день вот этот салат и три картошины плюс черный хлеб чай с сахаром и все надо ему настояться и масло масло все ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч друзья а с маслицем намного вкуснее но я еще возьму майонез после ласка есть такой лучше конечно слобода и еще один не спустя не помню как называется да не самые такие бомбические конечно на третьем месте ласка возьму майонез и добавлю сюда майонеза чтобы она была посытней ну горе я ну горе я Продолжение следует...